Дай почитать. И выбирали самое интересное и любопытное. Но материала так много, что даже объемная книга, почти 700 страниц, не может вместить все интереснейшие факты. О том, как жители разных стран за последние примерно 5000 лет сватались, играли свадьбы, а иногда разводились, и о том, как ими руководили традиции, религии и законы, рассказывает эта книга. У нас, дорогие слушатели, есть прекрасная возможность познакомиться с брачными и внебрачными отношениями в Египте, Передней Азии, Месопотамии, в Греции, Риме, Индии, Китае, Японии, Северной Европе, России, а также узнать брачные и внебрачные отношения согласно законам иудаизма, ислама и христианства. Основной текст сопровождается внушительной библиографией на 30 страницах. Как ни странно, больше всего мне запомнился раздел про зороастрийцев и греков, точнее спартанцев. Например, я не знала, но, может, знали вы, дорогие слушатели, что только тогда, когда спартанцу исполнял с 30 лет, он получал право жить семьей. Но обедать дома не мог никогда. Все мужчины обязаны были питаться за общественными столами. Плутарх рассказывает о спартанском царе Агиде, который, вернувшись из победоносного военного похода, решил, в виде исключения, пообедать дома с женой. Он послал за своей частью трапезы и получил отказ. Семилетних мальчиков отбирали у родителей, они жили в военизированных лагерях, домашняя работа, ремесла и искусства были спартанцам категорически запрещены. Разрешалась только музыка и хоровое пение, преимущественно патриотического содержания. Так что понятия дома и семьи для спартанца были достаточно абстрактными, если только он не желал петь вместе с женой патриотические песни. А вообще греки считали, что вступление в брак – это большое несчастье. Чеховский герой был уверен, что желающий жениться – сумасшедший. А Оскар Уайт заявлял, мужчины женятся от усталости, женщины входят замуж из любопытства, и те, и другие разочаровываются. Но так ли это? 18+. Дай почитать.